Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Азиатова Гузалия. Совсем недавно ушел из жизни великий летчик-космонавт СССР, первый человек, который вышел в открытый космос, герой Советского Союза Алексей Леонов. Но память об этом человеке жива и будет жить еще долго, ведь Алексей Архипович и его дела запечатлелись в умах и сердцах жителей нашей страны. Именно поэтому сегодняшний выпуск посвятили книге, написанной Алексеем Леоном «Время первых», которая является новинкой книжного фонда Дворца книги. В этой книге космонавт Леонов раскрывает тайны космонавтики, знаменитого противостояния СССР и США, о том, как впервые в истории человечества вышли в открытый космос. Я не помню, был какой-то фильм об одном генерале, который происходил из цыганского табора, в затишье перед боем в землянке, и он начинает повествование. «Когда я вспоминаю свое детство, я вижу нескончаемую длинную дорогу». Так вот, когда я вспоминаю свое детство, то у меня в глазах нескончаемые перелески, березовые колки, так называются в Сибири, в степнолесной зоне очаги березы. Помню речушку, которая шла по самой окраине города, а мы жили в последних домах, в бараках. Их стояло несколько рядов для переселенцев, которые приехали в Сибирь еще до войны, строить Кемеровскую Гресс. Там прошло самое раннее детство. Родился я 30 мая 1934 года в западно-сибирском крае, в селе Листвянка, что в двухстах километрах от Кемерово. Сюда сослали моего деда по материнской линии, Минаи Яковлевича. Он был механиком управления паровыми котлами на мельнице Парамонова в Ростове, серьезным человеком. И в 1905 году он участвовал в революционных событиях, его сослали в Сибирь. Затем с Донбасса перебрались и родители. Отец к тому времени отвоевал войну 1914-1917 годов и гражданскую войну. Он был в дивизии латышских стрелков. Мой отец, Леонов Архип Алексеевич, 1892 года рождения, был с Орловщины. На Донбассе работал шахтером. Мать Леонова, урожденная Сотникова, Евдокия Минаевна, 1895 года рождения, работала учительницей. А еще у отца было шесть братьев. Я был восьмым ребенком в семье, а если точно десятом. Двое умерли в младенческом возрасте. У меня было шесть сестер. Шура, Люба, Раиса, Нина, Надя и Антонина, а также брат Петр. Счастливое детство закончилось в 1936 году, когда посадили отца. Он отсидел два года с 1936 по 1938. И ведь посадили его без суда и следствия. Всю жизнь отец трудился, не покладая рук. Построил добротный дом, завел крепкое хозяйство, поставил на ноги детей. Когда начали создавать колхозы, привел на центральную усадьбу села Листвянка четырех коров, столько же лошадей, пару свиней, 25 овец, короче, все, что имел. Верил в лозунги, которые произносились с трибун. Мама ругалась. Другие порезали скотину и продали мясо на базаре. А ты в чужие руки отдал нажитое. И что получил? У девчонок платьев нет. А ты все сдал в колхоз. Но и отец иначе не мог. А потом случился конфликт с председателем колхоза. Отец закончил ветеринарный техникум, хорошо понимал животных, и он вывел жеребчика, которым очень гордился, специально для климата Сибири. Во всяком случае, он так полагал. В отсутствие отца председатель пустил коня под нож, чтобы угостить приехавшего к нему брата кониной. Отец приехал из командировки, он был в Крапивинском районе, лошадей перевозил. А ему сразу выложили. Архип, твоего лошака ты Пашка скормил своему брату. Как? Да зарезал. Отец схватил топор, сейчас пойду этого Пашку убью. Реакция, в общем-то, нормальная, адекватного человека. Женщины бросились. Архип, ты с ума сошел? Пашке доложили, и тот убежал, спрятался. И тут же состряпали дело. Покушение на советскую власть. Председатель колхоза Парторкл и Бухгалтер сели втроем и быстренько вынесли приговор. А что тянуть-то? Тогда лозунг был – не засорять дороги. Решительнее избавляться от классово-чуждого элемента, значит. Понятно, что ни до какого кровопролития дело не дошло. Однако инцидент, порочащий репутацию председателя, произошел на глазах адносельчан. Возмездие не заставило себя долго ждать. Вечером пришли в дом и арестовали отца. Никто и не пытался разбираться. И все, пошел отец по этапу. Его едва не пристрелили, якобы при попытке к бегству. Тогда был придуман такой способ расправы с неугодными. Конвоиры подговаривали кого-нибудь из заключенных, и те по дороге на работу или после смены в лагерь силой выталкивали бедолагу из строя в договоренном месте. Не ожидавший подвоха человек оказывался на обочине. А охране хватало и секунды, чтобы открыть огонь на поражение. Подобный фокус хотели проделать с отцом, но добрые люди предупредили, и он был внутренне готов к нападению. Когда сосед по шеренге попытался толкнуть его в бок, отец увернулся, и провокатор сам вылетел под красноармейскую пулю. Его и шлепнули. Мать осталась одна, а у нее семь детей. Мне два года, сестре Антонине шесть лет, брату Петру восемь лет, сестре Надежде двенадцать лет, сестре Нине четырнадцать лет, сестре Раисе пятнадцать лет, сестре Любе семнадцать лет, старшей сестре Шуре было двадцать лет, и она уже жила отдельно. А мама еще была в положении. Это невероятные, честные и искренние мемуары о тяжелой, но интересной работе, о становлении характера и о том, что в жизни каждого человека есть место подвигу. Великая эпоха и великие люди. Эта книга – живой рассказ человека, ставшего частью истории. Стиль изложения действительно создает ощущение, что ты читаешь дневник или слушаешь самого Леонова, сидя прямо перед ним. Вот что говорят читатели об этой книге. Отличная книга, описывающая реалии определенной исторической эпохи. Книга совершенно изумительна по содержанию. Собранные и записанные его дочерью Оксаной истории рассказывают о замечательном жизненном пути этого знаменитого космонавта. Повествование от первого лица, от самого Леонова, и создается полное ощущение теплой, дружеской беседы с приятным, интересным, дружелюбным, смешливым и серьезным, очень умным человеком. Это одна из последних книг-очевидцев тех событий, когда наша страна за счет самоотверженности и подвигов людей вырвалась вперед в области космонавтики. Книга великолепная, прочитал с огромным удовольствием и вам рекомендую. Мой младший брат Борис родился в 1937 году. Глава семьи – враг народа, а это значило, что отобрали все. Конфиксикация имущества, хотя суда, повторюсь, никакого не было. Когда в 1936 году отца арестовали, нас выгнали из родного дома. Моих старших брата и сестер из школы отчислили. Они в районном центре учились. Это сейчас город Тесуль. Они домой пришли, не понимая вообще, что происходит. А мама, между прочим, работала учительницей. Ее мигом уволили. Потом соседям позволили разграбить имущество врагов народа. Вот что творили земляки. Их ведь никто не заставлял, сами инициативу проявляли. С меня, малыша, штаны сняли, в одной рубашке оставили. А на дворе зима. А ведь родители мои с соседями хорошо жили. Мать учительствовала, отец всем вокруг помогал. Потом, уже став космонавтом, я приезжал в Листвянку. Навстречу собрались люди. Так сказать, посмотреть на московскую знаменитость. А я возьми да спроси. Бабоньки, признавайтесь, кто с меня тогда портки-то стянул? Стояли, молчали, глаза вниз опустили. И бюст, как дважды героя Советского Союза, потом поставили не на моей малой родине, а в Кемерово, где я в школу пошел. Думаю, это правильно, справедливо. Конечно, в Листвянке мы жить не остались, уехали в Кемерово. Нас спасли, забрав к себе старшая сестра Шура и ее муж Антон Павлович Ходанович. Он приехал из Белоруссии, учился в энергетическом техникуме и работал на параконке. Возил грузы, самосвалов тогда не было. Мы выжили благодаря им. Они на строительстве Кемеровской ГРЭС познакомились. Антон приехал из Могилева. И к тому времени два месяца как поженились. Руководство комнату молодым выделило. И зять маме письмо прислал. Приезжайте, будем жить вместе. Мы вас не оставим. Все обойдется, разберутся и все будет хорошо. До сих пор адрес помню. Улица Интернациональная, дом 15. На 16 квадратных метрах в бараке 11 человек разместились. В углу стояла голландская печка, которая занимала метра три квадратных. Кому расскажешь теперь, не верят. У меня штатное место было под кроватью. Антону тогда 23 года было. На самом деле это героизм. Простой парень из Могилева, молодая жена, 16-метровая комната. И вот он нас привез к себе. Я точно могу сказать, я бы так не смог. К себе тещу беременную притащить еще восемь чужих детей – настоящий героизм. В 1939 году отца оправдали. Произошло это так. Всеблаги начался падеж скота. Отец, поскольку он в этом деле соображал, применил свой способ. Мешал селитру, жженый древесный уголь и еще что-то. Короче, спас поголовье скота. Начальство это заметило, затребовало личное дело, и оно попалось на глаза человеку по фамилии Лудзиш. Он служил с отцом в дивизии красных латышских стрелков. Лудзиш увидел приговор и за голову схватился. Архиплеонов! Враг народа! Да вы с ума посходили! Отца освободили! И даже предложили должность управляющего хозяйственными делами Сиблага. Вчерашнему зэку. Но хотел он больше сотрудничать с этой властью. Напрочь отшибло желание. Разуверился. Этот самый Лудзиш был заместителем председателя райисполкома. И это он научил, как написать кассационную жалобу. Отец был зоотехником. Окончил все-таки какое-то зоотехническое заведение в Ужуре. Грамотный был человек, но не юрист. И отец немедленно уехал к нам в Кемерово. Приехал уже реабилитированный. Я потом даже в биографии не писал, что отец был репрессирован, поскольку было все снято. А к тому времени мой младший брат родился. Я помню, как и у старшей сестры тоже в 1937 году девочка родилась. Одновременно практически. Разница небольшая, около месяца. И я помню, как лежали эти два ребенка на кровати, дергались. И мне было непонятно, почему у одного такая штука, а у другого другая. Мне было четыре года, и это я хорошо помню. Помню также, как мы со старшим братом Петром на рыбалку ходили. В глазах до сих пор песчаная отмель, а рыба в тени. Лежат пескари на песке. Конечно, крючочек, кусочек хлеба. Вообще самостоятельность во мне проявилась рано. Барак наш стоял на окраине города, а за городом перелески березовые. Иногда с примесью осины. Долина Кузнецкого-Алатау. Река Томь. С одной стороны гора, с другой город Кемерово в Низине. Помню, мы с отцом идем через колки. И вдруг раз, вылетает из заросли птичка. Не овсянка, но что-то такое серенькое. Я подкрался к кустику, откуда она вылетела. А там вниз до яички, красивенькие, голубенькие, с рыжими крапинками. Отец очень строго предупредил. Не надо, не надо, не трогай. А дело уже к вечеру. Я посмотрел вокруг и спрашиваю. Папа, а птичка в гнезде ночует? Да кто ж ее знает? И вот, когда все легли спать, в 12 часов ночи я встал, снял крючок с двери и вышел из дома. Прошел огороды, речку по бревну и дальше по тропинке. Надо было километр пройти среди кустов. Они меня цепляли. Страшно было. Зашел в ту березовую рощу, крадусь, подхожу. И она вылетает. Птичка из гнезда. После этого бегом домой через кусты. Страшно мокро царапает меня все. Прибежал домой и под одеяло. Под фуфайку быстро заснул. Правда, перед этим долго дрожал. А на другой день говорю отцу, а птичка в гнезде ночует. Он на меня так посмотрел. Молодец. И больше ничего не сказал. Когда у меня появился внук, я представил, чтобы в полночь пятилетний ребенок вышел в лес, я бы с ума сошел. Но раньше все иначе было. Жизнь такая. Она формировала самостоятельное мышление, характер, волю. Да, конечно, Алексей Архипович не профессиональный писатель. Но, как и любой талантливый человек, он книгу писал вдумчиво и ответственно. Она читается интересно, живо. И сразу понятно, что это его мысли и чувства. И нет никакой литературной правки. Немного о юности, о годах учебы, об отряде космонавтов, о дружбе с Юрием Гагариным и Германом Титовым и о встречах со знаменитыми и интересными людьми. Особо интересны мысли Алексея Леонова о первом человеке на Луне, Ниле Армстронге. Ну и рассуждения о том, были ли американцы вообще на Луне, об НЛО и уфологах. У рассказов, собранных в книге «Время первых» особое предназначение. Они дают возможность узнать историю советской космонавтики, все ее периоды спадов и подъемов, а также понять, сколько стоило приложить сил для того, чтобы оставаться одним из лучших в сфере астронавтики. Особый интерес предоставляет воспоминания Алексея Леонова о подготовке к выходу в открытый космос и о процессе его осуществления. Оказывается, не обошлось без казусов. О каких именно, вы узнаете, лишь прочитав книгу, которую найдете в центре чтения Дворца книги. А вы читаете автобиографии известных людей? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok